Здравствуйте, дорогие зрители! Я хочу задать вам очередной нетривиальный вопрос. Сколько дней в июле? Вы, наверное, мне скажете 31. И вы знаете, я до недавнего времени тоже так считал. Но вот выяснилось недавно, что Росстат считает иначе. По данным Росстата, в июле оказывается 60 дней. Что же такое получается странное с российской статистикой, если не сходятся даже даты? В действительности все очень просто. Росстат на протяжении июля выдавал нам ежедневные данные, которые равнялись примерно 800 смертям от ковида в день. Плюс-минус 5-10 смертей. Цифры, конечно, печальные, но в общем вроде бы не катастрофические. Когда эта сумма, порядка 24 тысяч смертей, была уже обнародована, Росстат уточнил данные. И сказав, что по уточненным данным, сложив все вместе, они насчитали 50 с лишним тысяч смертей. При этом никак не объяснили, почему цифра увеличилась в два раза. Единственное объяснение стоит в том, что в июле день считается за два. С другой стороны, это ведь только один пример того, как в России работает статистика. Причем самое печальное, что когда данные не сходятся, а в России не сходится почти ничего и никогда, никто не дает никаких объяснений, почему не сошлось, что уточнили, как изменились критерии, может быть, или на каком основании сделана эта корректировка. Нет. Данные просто переписывают, либо вот таким странным образом суммируют. В стране, где все-таки не до конца еще забыли правила арифметики, где таблица умножения худо-бедно, в общем-то, помнит большинство населения, выглядит это крайне неубедительно. Но похоже, что убедительность не является главной задачей власти. Главной задачей любого чиновника, в том числе чиновника от Росстата, является то, что он должен нравиться своему вышестоящему начальству. И если данные в какой-то момент велели занижать, они будут занижать. Если велели завышать, они их будут завышать. Если велели посчитать по-честному, они будут пытаться, хотя вряд ли у них это получится. Есть такое детское правило. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Этим очень простым детским правилом, по всей видимости, руководствуется и российское государство. Вы, наверное, помните еще всего лишь год назад, как патриоты и охранители вели бурную кампанию по поводу поправок конституции, доказывая нам, что в ней заложено очень важное условие национализации. Нет, 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 не природных ресурсов, а элиты, как они выразились. Иными словами, просто было сказано, что чиновники, депутаты и прочие ответственные лица, соответственно, согласно новой исправленной конституции, не должны иметь иностранного или двойного гражданства. Увы, российская власть, приняв эту конституцию, тут же решила, что выполнять ее нет никакого резона. Зачем, в самом деле, выполнять конституцию, если главный пункт исправлений уже будет выполнен. А именно, Путин обнулился, а все остальное, ну какая разница. Поэтому, для того, чтобы успокоить, опять-таки, на всякий случай своих людей, власть принимает решение, которое Путин уже также озвучил, состоящее в том, что государства и чиновники в России, вопреки конституции, таки могут иметь иностранное гражданство или двойное гражданство, но при одном условии. Если они не могут избавиться от второго гражданства, понимаете, вот я прямо-таки представляю себе, как стоит очередь чиновников возле, например, британского посольства или еще лучше посольства какого-нибудь Белиза, и они просят, ну возьмите у нас эти паспорта, не нужные нам британские или американские, или хотя бы белизские. А тебе говорят, нет, один раз англичанин, всю жизнь англичанин, будешь теперь англичанином, королева не отпустит своих подданных. Российские чиновники вздыхают, отдают честь ее величеству и возвращаются на свою работу. Впрочем, как мы узнаем, иностранными агентами у нас в России становятся не только чиновники. Вы, наверное, думаете, что я сейчас буду говорить про иностранных агентов, таких как Дождь, или тот же Институт глобализации, или какие-нибудь еще, например, Голос. Но нет, иностранным агентом, технически, по крайней мере, согласно существующему законодательству, в России с недавнего времени является партия Единая Россия. Как это случилось? Ну, в общем, честно говоря, сама Единая Россия, видимо, даже ни сном ни духом, потому что, согласно законодательству, если вы получаете деньги от иностранного агента, ну, это примерно как если бы заболевание проказой имело место, вы тут же сами превращаетесь в иностранного агента. И вот тут эти несчастные или злобные иностранные агенты придумали такую гнусную провокацию. Масса разных организаций иностранных агентов начала переводить деньги Единой России. И прямо-таки гады пишут, перевод денег от иностранного агента. А Единая Россия берет и деньги от принимает. Ну, строго говоря, я думаю, что они настолько не привыкли получать какие-либо переводы от граждан, они, понятное дело, получают деньги в других источниках, что они подобного рода вещи и не контролируют. Поэтому у нас есть очевидный факт, что деньги от иностранных агентов, причем не одного, а от многих иностранных агентов, уже Единой России поступили и были ею приняты. Вот теперь мы точно знаем, что главная у нас основная государственная партия иностранный агент. Ну, посмотрим, как на это будут реагировать суды и как будут реагировать Центральная избирательная комиссия. Ну, опять-таки, что я спрашиваю? Конечно, никак не будут реагировать. Но, тем не менее, кто у нас самый главный иностранный агент, мы теперь знаем наверняка. История с перечислением денег от иностранных агентов неприятности Единой России, конечно, не заканчиваются. Вот, например, на днях депутат народного хурала Бурятии Баир Циренов вообще призвал объявить Единую Россию экстремистской организацией. Логика Циренова более чем проста. Разрушений, которые происходят в результате законодательных решений и прочей деятельности Единой России в России, ну, никак не меньше, чем от деятельности целого ряда экстремистских и запрещенных организаций, ну, уж гораздо больше, чем от деятельности разного рода оппозиционеров. Ну, в конце концов, число одних только пенсионеров в России сократилось за последнее время на 2 миллиона человек. Уж не говоря о закрытых промышленных предприятиях, разрушающихся дорогах, оптимизации медицины и прочих-прочих прелестях. Но все-таки, мне кажется, что Циренов немножко не прав. По той причине, что, конечно, Единая Россия, но организация никак не экстремистская, ибо ее члены и ее функционеры вообще не хотят ничего менять и ничего делать. Экстремисты – это люди, которые производят какую-либо активную, разрушительную работу. Но работа – это не про Единую Россию. Они, правда, пишут на своих плакатах, что настало время работать. Ну, во-первых, возникает вопрос, а что вы делали все это время раньше? Во-вторых, почему вы должны в это верить? И, главное, они не пишут, кому предстоит работать. Поэтому я с Циреновым все-таки не соглашусь. Мне кажется, что для Единой России ярлык экстремистской организации, такой же, как, скажем, ФБК, это, ну, я бы сказал, слишком лестно. Я бы удовлетворился тем, что их назвали бы просто нежелательной организацией. Но чтобы мы не думали про Единую Россию, попытки заклемить их как иностранных агентов или как экстремистов, скорее всего, не дадут никаких результатов, поскольку у тех же единороссов в руках находятся и суды, и всякая прочая власть. А вот у оппозиционных партий проблем гораздо больше. И, в частности, мы сейчас наблюдаем еще одну замечательную инициативу. Некая организация молодых юристов, про которых никто до этого никогда ничего не слышал и, наверное, потом тоже не услышат уже, выдвинула новую инициативу, а именно, что с выборов надо снять четырех депутатов от КПРФ, а именно Александра Тарнаева, Леонида Калашникова, Вадима Кумина и, внимание, Сергея Левченко. Почему я проакцентировал этот момент? Дело в том, что Тарнаев, Кумин или Калашникова – это действительно люди так или иначе связаны с бизнесом. В частности, Вадим Кумин – банкир, и, как, естественно, любой российский банкир, наверное, имеет какие-то дела за границей. Тем более, что, обращу внимание, с банком Кумина достаточно плотно работает московская мэрия. Ну и понятно, что вполне возможно, какие-то акции, какие-то авуары, какие-то активы у них за границей могут теоретически быть. Вспомню, что недавно совсем сняли с выборов бизнесмена Дмитрия Потапенко от Российской партии «Свободы и справедливости», когда тот же самый Потапенко просто приобрел пакет акций, который был ему предложен Сбербанком, и потом выяснил, что в этот пакет Сбербанк, что называется, нашинковал какие-то доли в каких-то акциях где-то за границей. Поэтому обвинение против Кумина выглядит достаточно, не скажу убедительным, но, по крайней мере, понятным. А вот, причем Сергей Левченко. И вот тут возникает еще один любопытный момент. Почему молодые юристы оказались столь безграмотны, что написали, что речь идет о депутатах Государственной Думы, то есть имелись в виду действующие депутаты Государственной Думы седьмого созыва. Левченко депутатом Государственной Думы в текущем периоде не является. И, естественно, он тут же у себя в своем телеграм-канале над этим пошутил, что совсем уже измельчали люди, уже ничего не знают, не понимают, что эти молодые юристы просто вообще не очень понимают, о чем они пишут. Но на самом деле, мне здесь кажется, немножко другая история. Дело в том, что, скорее всего, первоначально было вообще просто три фамилии. И эти три фамилии, как мне кажется, вообще появились не только потому, что власть хочет сделать какую-то гадость КПРФ. Мы, как я уже говорил, знаем, что Вадим Кумин, в общем-то, сотрудничает с московской мэрией. И, вполне возможно, здесь мы имеем еще и другой боковой сюжет, а именно, что администрация президента воюет с московской мэрией. Это давняя вражда, давнее противостояние, которое никуда не делалось, оно продолжает развиваться. Ну и вот здесь, как бы, можно нанести двойной удар. Что называется, двух зайцев одним залпом сразу и по КПРФ, и по мэрии ударить. Но, понятно, что и Кумин, и Калашников, и Тарнаев являются все-таки действительно депутатами Госдумы. И, скорее всего, текст именно таким и был. Было сначала три фамилии, и написано было депутаты Государственной Думы. А потом, в последний момент, кто-то в администрации сказал, «О, а кстати, а давайте-ка мы сюда еще и Левченков пишем». Ну и дальше мы имеем пример классической плохой редактуры. Но, с другой стороны, это говорит еще о том, как в администрации ненавидят и боятся Сергея Левченко. И это не единственный случай, когда против него предпринимаются провокации. Кстати говоря, совсем недавно в Иркутске я был сам свидетелем очередной провокации, которая предпринималась против бывшего губернатора Иркутской области и которая очень хорошо показывает, что представляет собой нынешняя кампания. Была очередная провокация против нас со стороны правоохранительных органов. Это далеко не первое, наверное, и не последнее, потому что во время всех значимых и федеральных выборов, и выборов на уровне руководства Иркутской области, мы каждый раз сталкиваемся с такого рода провокациями. И позавчера, после того, как мы отработали день с нашими товарищами-гостями из Москвы, это и представители кино, представители телевидения, представители наших дружественных структур, мы ужинали в Листвянке и разговаривали. Уже было известно, где мы будем ужинать, потому что тогда, когда мы пришли и сели за стол, значит, уже там рядом, буквально рядом, при кафе абсолютно пустом, за столом сидели два человека, которые ни о чем не разговаривали, каждый сам по себе, развернутый в нашу сторону, и, значит, пытались как-то услышать, что происходит, что там делается, следили, наблюдали. Вот. Затем, когда мы поехали уже домой, они быстренько соскочили и пошли за нами, когда мы садились в машину. Когда поехали, уже подъезжали к Иркутску, уже другая группа, другие два человека на машине обогнали нас на повороте на сплошной линии, для них это, видно, можно. Вот. И подъехали впереди нас к передвижному посту ГАИ, предупредили их, что мы подъезжаем, но представители дорожной службы нас остановили, и потом разного рода попытки. И проверить документы, и проверить машину, и проверить штрафы, и проверить на алкоголь и так далее. При этом все время, значит, один проверял, а другой созванивался. Вот. Им уже не нужно было, не нужны были никакие машины, другие, которые проезжающие. Они сосредоточили все внимание на мне, на товарищах, которые вместе со мной были, которые, кстати, это все снимали на несколько телефонов и на несколько камер. Но все это дело не удалось, потому что у нас все в порядке, у нас все нормально. А те на машине двое человек, которые довели нас, к ним тоже претензий никаких не было, они довели и сразу уехали, значит, и мы уже разбирались одни. Это провокация, которую, я повторяю, не первая. И сегодня, значит, дана команда правоохранительным органам, чтобы они между собой в связи пытались как-то нас остановить, спровоцировать и так далее. Это делается всегда, мы к этому уже обучены, поэтому не дождутся, и ничего у них не получится. Подобного рода провокации, конечно, свидетельствуют только о тупости и об озлобленности людей, которые все это придумывают. И понятно, что с точки зрения логики шансов у них никаких нет. Ничего у них, конечно, не выйдет. Но, с другой стороны, не всегда они руководствуются логикой, а иногда даже демонстративно показывают ее полное отсутствие. По крайней мере, в той же Иркутской области кандидат в законодательное собрание Александр Качин вот буквально сейчас был снят с выборов за то, что в одном из его роликов прозвучала мелодия Марсельеза. А что в Марсельезе плохого? Нет, ну, конечно, революционные песни – это уже опасно. Но суть была немножко другая. Избирком заинтересовался вопросом авторских прав на знаменитую песню. И сказали, что нет у них данных о том, что эти авторские права господином Качином обретены законно и правильно. А да, конечно, Ружеду Лиле, автор Марсельезе, умер уже около 200 лет назад. Но избирком не имеет точного подтверждения этого факта и не знает наверняка, нет ли каких-то наследников Ружеду Лиле, которые могут претендовать на оплату. Главное, что в любом случае с покойным автором Марсельезе вопрос не был согласован. Ну, понятно, что любой суд потом задним числом отвергнет подобного рода решение, как абсурдное, нелепое, безумное. Ну и, я бы сказал, хронологически чудовищное. Но сколько времени займет суд? А пока кандидаты сняли с выборов. Так что будем ждать новых провокаций. Каждый раз перед очередным голосованием в левой тусовке и среди интернет-блогеров, как левых, так и вообще оппозиционных, начинается неизбежная, одинаковая дискуссия о том, нужно ли голосовать или бойкотировать. Причем, что поразительно, никто даже не задумывается, что по большому счету это вопрос тактики. Может быть, иногда нужно бойкотировать, иногда нужно голосовать, иногда нужно обсуждать, какая из тактик лучше. Но нет, об этом речь не идет. Одни говорят, что всегда, при любых условиях, что бы там ни происходило, всегда все нужно бойкотировать. Другие, наоборот, при любых условиях говорят, всегда голосовать обязательно, во что бы это ни стало. И вот сейчас мы проголосуем, и опустив бюллетень в урну, мы гарантированно завтра изменим общество. Но на самом деле, дорогие друзья, неужели вы не понимаете, что выборы — это лишь одна из площадок борьбы, которые можно использовать, кстати, по-разному. В определенных условиях, кстати говоря, и бойкот может быть эффективным. Но не надо забывать, что избирательная кампания — это прежде всего возможность добраться до людей. Это возможность поговорить с десятками, сотнями, иногда тысячами людьми, увеличить число своих сторонников, продвинуть свои идеи. Ну а если по очищаянию все-таки это закончится тем, что вы получите еще и своего депутата, который будет использовать думскую трибуну для того, чтобы продвигать те же самые идеи, так тем лучше. В данном случае мы можем посмотреть, по крайней мере, на несколько действительно реально активистских кампаний, которые ведутся, в том числе и в Москве, и показать вам, что эти кампании имеют смысл. Хотя бы просто потому, что уже сам факт такого общения с людьми, такой пропаганды, такого движения, значим для будущего не только левых, но и российского общества. И Михаил Лобанов, который выдвинут КПРФ, и Георгий Федоров, который выдвинут от «Справедливой России», ведут кампанию активистскую, ведут кампанию, направленную на то, чтобы мобилизовать своих сторонников, мобилизовать людей и дать им хотя бы какое-то зерно надежды. Михаил Лобанов баллотируется в Москве в 197 округе в Государственную Думу. А Георгий Федоров баллотирует сразу два округа. Он баллотируется в 196 округе в Государственную Думу и в 19 округе в Московскую Городскую Думу. Если вы живете в одном из этих округов, то я настоятельно рекомендую все-таки в день выборов 19 сентября подняться с дивана, дойти до избирательного участка и опустить урну-бюллетень за одного из этих людей. Министр обороны Российской Федерации господин Шойгу очень любит играть в танки. Причем, в отличие от разного рода неудачников, которые играют в танки перед компьютером, Шойгу может взять любой танк по выбору и ездить на нем сколько ему вздумается. Ну, правда, пока еще нигде ему вздумается, а только в определенных заранее отведенных местах. В частности, на днях господин Шойгу устроил себе такое развлечение. Он играл в танковый биатлон с начальником генерального штаба. Кто выиграл, почему-то я так и не прочитал в сообщениях. И кто более метко стрелял и быстрее ездил. Но зато люди развлеклись, судя по полной программе. Я, конечно, за них рад, но есть плохая новость. Остает в том, что пока министр обороны играет в танки, с самолетами у него дела обстоят крайне неважно. За четыре недели Россия потеряла шесть самолетов и один вертолет. В последнем случае один из самолетов вообще умудрился сгореть прямо на аэродроме в Астрахани. И это потери практически как при небольшой войне. Однако войны пока еще нет. К счастью. Что будет с нашей авиацией, если война, не дай бог, начнется? Ну, об этом будет рассказывать Шойгу, естественно, который скажет, что все будет хорошо. В последнее время Владимир Владимирович Путин стал чаще выступать перед россиянами, видимо, для того, чтобы поднять настроение. Но что-то не задалось. Одно выступление, одна неприятность. Вот прямо так снайперски. Сначала сказал нам про то, что если бы не Октябрьская революция и не события 1991 года, то в России было бы 500 миллионов человек. Вот у нас в нашей стране на протяжении прошлого 20 века дважды рассыпалась российская государственность. После революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование. Россия потеряла колоссальные территории на Западе, на Севере. Постепенно восстановилась, а потом произошло еще и крушение Советского Союза. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что население было бы сейчас под 500 миллионов человек. Только вдумайтесь в это. У нас сейчас 146, если бы этих трагедий не было, было бы 500 миллионов человек. Причем самое удивительное, как тот так сказал, что это было связано с потерей территории. И непонятно, не предполагает ли Владимир Владимирович, что просто надо было завоевать соседние страны или не отпускать их. Но если так, то, наверное, с учетом Украины, Прибалтики, Польши, наверное, еще и других соседних стран, включая Финляндию, наверное, таки действительно Россия бы выросла аж, не до 500, но хотя бы до 300 миллионов человек. Но неприятность в том, что сам Владимир Владимирович руководит страной в период, когда она регулярно теряет население. Просто года от года в последнее время население в России сокращается, пенсионеры умирают, умирает и трудоспособное население. Короче говоря, Владимир Владимирович что-то сделал явно не так или кто-то ему дал неправильный совет. Но дальше случились еще более комичные вещи, а именно сначала Владимир Владимирович Путин, как выяснилось, не знал, что такое YouTube. Я еще сделаю свою передачу, первый выпуск уже на моем YouTube-канале Красная Вилка. Подпишитесь, пожалуйста, и я буду очень рад. И помогите, пожалуйста. А что нужно подписать, Егор? Что надо подписать? Подписать, что нужно? Я не понял, что я должен подписать? YouTube-канал, такая социальная сеть. Хорошо, хорошо, ладно. Подпишитесь. Ладно, хорошо. И напоследок уж совсем грустная история, когда мальчик Никанор Толстых, это теперь новая звезда ведь в России, может быть, даже будущий политический деятель или даже президент, вот этот самый Никанор Толстых, просто не удержался и поправил президента, который перепутал Семилетнюю войну с Северной. Чего Петр Первый Семилетнюю войну учинил? Ну, чего он со шведами там, с 7 лет воевал? Вы хотели что-то еще сказать? Не сочтите за мою, как бы, в общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война. Да-да-да. И первый проигрыш был, да, это Северная война, конечно, спасибо за поправочку, но первый раз проиграли под Нарвой. Все эти ужасные неприятности на самом деле, пожалуй, только предвести чего-то более серьезного. Но я думаю, что проблема тут не в Путине, а проблема в монахах Валамского монастыря, которые слишком рано или слишком массово заболели ковидом, а это сорвало визит Путина в монастырь. А теперь мы точно знаем, что перед каждым крупным мероприятием, перед каждыми большими выборами Путин ездил туда за благословением. Благословения на Валаме он не получил, дали ему благословения в другом монастыре, тоже на Ладоге, но монастырь это так, так сказать, второго сорта, и благословение получилось некачественное. В этом, видимо, и проблема. Главная новость избирательной кампании это выступление Максима Шевченко, который нарушил самое главное табу российских масс-медиа. Он в эфире российского официального телевидения назвал фамилию Навальный и, главное, еще назвал это в позитивном контексте. Конечно, освободить Навального было бы правильным решением для того, чтобы не улучшить отношения с Западом, которые и так, на самом деле, как тот же Шевченко сказал, вполне нормальные, несмотря на отдельные трудности, так сказать, между своими. Это было бы знаком, что в России кто-то хочет провести серьезную политическую дискуссию или серьезные выборы. Но это, в общем, конечно, не про современную Россию. А Шевченко действительно выступил как тот самый человек, который, один раз, сломав проклятие, возможно, выпустил наружу кучу медийных и идеологических демонов. Все-таки не хочется заканчивать на пессимистической ноте. Тем более, что есть действительно новость, которая, ну, меня, по крайней мере, обрадовала. А именно, Наталья Поклонская, до недавнего времени депутат Государственной Думы, будет отправлена послом от России на острова Зеленого Мыса, который теперь называется Республика Кабо-Верде. Ну, Кабо-Верде по-португальски это и Зеленый Мыс. Ну, Поклонская личность довольно своеобразная. Она, с одной стороны, очень активно себя проявила во время воссоединения Крыма с Россией, потом выяснилось, что она безумно любит покойного царя Николая Второго, и по этому поводу возникли у некоторых людей сомнения в ее адекватности. Затем, когда она выступила против пенсионной реформы, многие люди, которые считали ее не совсем нормальной, сочли, что все-таки похоже, что она является одним из немногих нормальных депутатов Государственной Думы, но, по всей видимости, руководство Единой России сочло иначе, а именно, что этого человека лучше из Думы убрать подальше, но куда уж дальше, острова Зеленого Мыса, который находится к западу от Африки, это то самое место, куда можно спровадить депутата, увы, не оправдавшего надежд Единой России. Часто говоря, не такое же это плохое место. Вот Невзоров недавно, прокомментировав это событие, пригрозил Поклонской, что ее скоро съест крокодил. Вспыльчивая, впечатлительная и очень романтичная Наталья может запомнить все и стать опасной фигурой, играющей уже совсем на другой стороне. Следовательно, лучше отправить ее в сладком статусе послихи, послата, как можно дальше, желательно голодным крокодилам, например, на острова Кабо-Верде. Нынешний посол России там давно одичалый и уже год отказывается слезать с пальмы. Там, на Кабо-Верде, все может сложиться наилучшим образом для всех. Одно неосторожное купание закончится тем, что к хижине посольства притащится потом грустный крокодил и выкакает потускневшее удостоверение единой России и обрывки верительной грамоты на имя Наталья. Так вот, я вам хочу сказать, что он ошибается. Острова Зеленого мыса место очень приличное и не просто с прекрасным климатом, но и место с хорошей инфраструктурой, куда люди ездят отдыхать из Западной Европы. Туда можно даже как-то долететь через Лиссабон или через Париж аж из Москвы. Кстати говоря, на острова Зеленого мыса приходил в 1953 году легендарный фрегат Паллада из России, так что отношения с Россией там у них давние. Инфраструктура считается по африканским меркам одной из лучших. Пляжи прекрасные, отели современного уровня, коммуникации с Европой нормальные. В общем, не такое уж плохое место для ссылки. Мне кажется, что другим депутатам от Единой России тоже надо подумать. Ведь если вас будут за неправильное голосование или за неправильное выступление ссылать в такие приятные туристические места, ну, господа, почему бы вам всем не взбунтоваться? В мире еще есть очень много красивых, приятных островов, где еще нет российского посольства. Ну, а Наталье Покловской мы желаем приятного отдыха. Редактор субтитров А.Семкин